Товарищи телевизионные зрители Сегодня второй матч наших канадских гостей Они проводят свою вторую встречу Многие любители хоккея специально попросили нас, чтобы мы показали эту вторую встречу Тем более, что мастерство канадских хоккеистов известно широко за пределами Канады Встречи с участием канадских хоккеистов всегда привлекают внимание любителей спорта Любители этой увлекательной и интересной игры А тем более встречи советских и канадских хоккеистов В первой встрече, как известно, команда Канады, команда Чатам Мэронс Победительница высшего приза любительской хоккейной федерации в Канаде Кубка Аллана, команда Чатам Мэронс Выиграла со счетом 5-3 у советской команды Советские хоккеисты на протяжении всей этой встречи владели инициативой Имели, казалось бы, преимущество игровое Однако, очень четкие действия защитников команды Канады Прежде всего, великолепно действуют канадские хоккеисты в обороне Подчас можно видеть, как ворота на пути к воротам Встают защитники, как бы являясь вторым, третьим, а иногда и четвертым воротарем Четко сыграли и нападающие команды Канады, которые использовали Команда Канады провела в наши ворота 19 бросков И пять раз броски достигли цели В то время, когда советские спортсмены провели по воротам Канады 69 бросков И только три раза шайба побывала в воротах канадцев Итак, второй матч Вы видите на поле хоккеистов Канады и советских спортсменов Дружеские рукопожатия Нужно сказать, что и первая встреча здесь, во дворце спорта позавчера Прошла на редкость в корректной, дружеской спортивной обстановке Почти не было, было очень незначительное количество удалений за нарушение правил Но встреча была настоящая, спортивная Во встречах с канадцами принимает участие шесть молодых спортсменов Которые впервые играют с канадцами И сегодня мы будем с вами наблюдать за еще одним дебютом Ворота сборной клубов защищают молодой вратарь из горьковской команды торпеда Виктор Коноваленко Итак, вторая встреча Команд Чатам Меронс, Канада Сборная клубов Советский Союз Команда выступает сегодня в следующих составах Чатам Меронс, Канада Вратарь Бот Харлей В обороне играют Джек Дуглас Капитан команды Эльмар Скоу Айвен Теннент Стэн Лонг Нападающие Эри Дик Эдди Буш Джо Мало Фрэнк Батгейт Фред Плетч Лу Бендо Тед Пауэр Батч Мартин Джордж Аткен Джек Стоддарт Билл Форхенд Капитан команды Джек Дуглас Защитник второй номер Простите, сейчас шайбу локти Ничего опасного, кажется, для ворот Канады не получилось Впрочем, простите, шайбу Альмятова И опять канадцы обороняясь, вводят шайбу в среднюю зону Тренирует команду Канады Тед Пауэр Он же 12 номер Вы уже, очевидно, с ним знакомы Тот, кто видел нашу первую передачу Тот, кто не видел, обратите внимание Он же и игрок Он же и нападающий 12 номер Пауэр Направят нас сейчас с вами ворота Команды Советского Союза Советские спортсмены выступают сегодня в таком составе Воротарь Виктор Коноваленко В обороне играют Иван Трегубов Владимир Брежнев Генрих Сидоренков Валерий Кузьмин И Александр Рагулин В нападении играют Константин Локтев Вениамин Александров И Александр Альметов Евгений Майоров Вячеслав Старшинов Борис Майоров Владимир Брунов Игорь Деконский Валентин Сенюшкин Виктор Цыплаков Николай Снедков Виктор Якушев И Валерий Никитин Это заявка На самом деле Как нам перед игрой Сказали тренеры Советские спортсмены Предполагают В сегодняшнем состязании Выступать двумя парами защитников Молодой защитник Исхимик Рагулин И Трегубов Вот они сейчас на поле Как раз шайба у Рагулина Вот он 13 номер А в нападении Тремя тройками Вот сейчас на поле Братья Майорова и Старшинов Атакуют сейчас советские хоккеисты Тройку вы уже видели Локтев Александров Альметов И третья тройка Из локомотива Цыплаков Якушев Снедков Сейчас атакуют Канадские спортсмены В положении Вне игры Вбрасывание Сегодняшнее состязание Судят судья Международной категории Вагнер С Федеративной Республики Германия И судья Союзной категории Андрей Старовойтов Советский Союз Сегодняшний матч Так же как и предыдущий Да я думаю что И как все матчи С участием Канадских хоккеистов Вызвали И еще вызовут Огромный интерес Дворец спорта Переполнен Любителями Этой увлекательной игры До отказа А сколько еще Желающих Не смогли попасть Сколько желающих Надеялись Приобрести билет У входа На стадион Они не попали Ну впрочем Миллионы наших Телевизионных зрителей Имеют возможность Наблюдать за ходом Этого увлекательного поединка Вот сейчас шайбу Бориса Майорова Пас назад Старшинов Не смог Овладеть шайбой Но шайба В зоне команды Канады Инициатива С первых минут Принадлежит Советским спортсменам Но обратите внимание Канадские спортсмены Очень дружно обороняются А сейчас И контратакуют Вот шайба Уже у ворот Советской команды Вот шайбу Бориса Майорова Борис Майоров Отдает Старшинов Старшинов Евгению Майоров Тройка советских Спортсмен Вот шайбу Майоров Борис Майоров Открывает счет 1-0 В пользу Сборной команды Сборной клубов Советского Союза Прошло всего лишь Две с половиной минуты Счет Открыл Сейчас на поле Вы слышите Публика Тройка Уберс Открывает счет От шайбы У Пауэра У тренера команды Он стремится Прижать ее Или выбросить Среди зоны Выбрасывает Пауэр Пауэр Выбросил шайбу Через все зоны Последовал Свисток Смена Составов Браса В команде Советского Союза Играет Рагулин Трегубов А в нападении Тройка Локтев Альметов Александров Нужно сказать Что наши гости Были очень довольны Своей первой победой Своим первым выступлением В Москве Они рассчитывают И сегодня Провести встречу Не менее успешно При делегации Канадской команды Работает переводчиком Известный Советский футболист Юрий Седов Вы помните Этого замечательного Нашего защитника Игрока сборной команды Советского Союза Юрий Седов Сегодня нам рассказал Что канадцы Очень настроены По боевому Очень хочется Им выиграть А один из руководителей Команды Даже в шутку Заключил Седовым пари Седов Предсказал Что выиграют Советские спортсмены Что они возьмут реванш А канадец Убежден В силе своей Команды Вот видите Опасное положение Канадцы славятся Своими Неожиданными Прострельными Передачами А здесь У ворот Непосредственно Они очень активно Действуют Стараются добить Или подправить Шайбу в ворота У канадцев Сейчас играет В обороне Лонг Седьмой номер Исков Третий номер А в нападении Действует Тройка Стоддер Буш И Мало Вот сейчас Шайба у Локтева Видите Против него Применяется силовой прием Здесь все канадцы Шайба уже в средней зоне А ворваться туда Пройти не так-то просто Сейчас шайбой Владеет Брежнев Наш молодой защитник Он тоже Впервые играет Против канадской команды Шайба у Александрова Александрова прижимает Пор к борту Ну что же Это в пределах правил Не удивляйтесь Такие приемы В канадском хоккее Разрешены Свисток Брасывание И смена состава Канадская школа хоккея Отличает не только Высокое коллективное Но и индивидуальное мастерство Позволяющее Легко обыгрывать соперника На всех участках поля Один на один И конечно Универсальная Как принято ее называть Тактика силового давления Обычно канадцы Не только заставляют Постоянно противника Защищаться Но и применяя Много силовых приемов Заставляют его и ошибаться Более того Действуя смело А решительно А подчас И небезопасно Для противника Ну обычно это бывает В чемпионатах мира В таких календарных играх Канадцы действуют И психологически Против него Мне не раз Доводилось Видеть игру Многих канадских команд На различных чемпионатах мира И все хоккеисты Канады Действуют именно так Почти все без исключения Вот Старшинов Сейчас бросил шайбу Сейчас на ледяном поле За команду Советского Союза Выступают братья майорова Старшинов Брежнев и Сидоренков В обороне У команды Канады Сейчас играют Батгейт Плетч И Аткин Нападение Вот Батгейт С шайбой Шайба за воротами Шайбу подхватил Сидоренков Шайбу у Евгения Майорова У Старшинова У Евгения Майорова Бросок Передача последовала Старшинова Бросок Старшинова Не достиг цели Канадцы атакуют Плетч Владеет Шайбой Десятый номер Сидоренков перехватил шайбу Наш капитан сегодня Он заменяет Нашего ветерана Николая Сологубова Сегодня Сидоренков капитан Шайба в средней зоне У Лонга Защитник Лонг Посылает ее вперед Сейчас Шайба у Сидоренкова Сидоренкова Сидоренков отдает Вышедшему Сидоренкову Сейчас уже на ледяном поле Тройка Локомотива Пас Якушеву Вот видите Шайба прижата к борту А шайба оказалась у Якушева Свиска не последовала Передача Рагулину Бросок Бросок Собственно даже не бросок Был а удар Сидоренкова Не точно Опять Советские спортсмены Заперли в зоне Защиты команду Канады А канадцы опять Очень точно обороняются Очень точно Обратите внимание Что уже первый период Сегодняшнего матча Проходит Значительно энергичнее Чем первый период Матча Позавчерашнего Первой встречи Канадских и советских спортсменов Свисток Бросок Наша команда Иногда практикует Замену игроков Без остановки игры Как это было только что Рассчитывая Что вступившие в борьбу Отдохнувшие спортсмены Могут С большей энергией Вести борьбу Против уставших соперников Правда Это не всегда удавалось В первом матче Так как И карацы В свою очередь Своевременно успевают Провести Смену состава Игра проходит Бросок Бросок Трегубов Не достиг цели А сейчас Лонг Защитник Выбрасывает шайбу В среднюю зону Довольно-таки Точно он адресовывал Шайбу Гику Но советские спортсмены Перехватили Шайбы И вот быстро Проводят смену составов Опять Появляется уже Тройка Александрова Сидоренков Выбрасывает шайбу Но шайба В зоне нашей команды Бросок Даже выше ворот Обычно этот термин Применяется в футболе Вот сейчас Контр такуют Советские спортсмены Шайбу Александрову Войти в зону Ему нельзя Иначе раздастся свисток Будет положение вне игры Вот Сейчас Альметов Направил шайбу К воротам соперника Игра проходит В очень быстром Темпе Очень быстром Между прочим Вышел Деконский Вместо Локтева Локтев после первой игры Получил незначительные повреждения Видимо В сегодняшнем состязании Локтев будет чередоваться С Игорем Деконским В игре В тройке Сейчас Александров Альметров И Деконский Играют На ледяной площадке У наших гостей Играет Мало Дик И Форхен Шайбу Брежнева Пас Александрова Прорваться вперед не мог Там был Деконский Сейчас наши хоккеисты Проводят смену составов Старшинов появился И братья Майорова Трегубов И Рагулин Шайба у Бориса Майорова У Евгения Майорова И в средней зоне Правда у Трегубова Трегубов потерял ее И шайбой владел уже Мартин Игрок многих чемпионатов мира Вот и Коноваленко Сделал первый Собственно первый раз Вступил в игру Если так можно сказать У наших гостей Сейчас играют Бенда Пауэр И Мартин Пожалуй Сильнейшая тройка На площадке И в обороне Дуглас Второй номер капитан Вот он сейчас Овладеет шайбой Евгений Майоров Вот шайбу Пытаются прижать К борту Раздается свисток Смена состава Игра сегодня В очень быстром темпе Стремительных взаимных атаках Атаки следует У одних и других ворот Но преимущество игровое На стороне советских спортсменов Спортсмены Мгновенно меняют направление То развивают предельную скорость То внезапно останавливаются Сейчас сбрасывание Проводит судья Из Федеративной Республики Германии Вагнер На площадке Тройка локомотива И в обороне Сидоренков и Брежнев Шайбу Сниткова Свисток Положение вне игры Шайба у Сидоренкова Шайбу Якушева У Сидоренкова Советские спортсмены атакуют Пас направо Шайбу Сниткова Видите Ворота уже снесены Собственно Куда же бросать Ворот стоят Не на месте Вот судья Старовойтов Ставит их Канадцы Канадцы защищаясь Выбрасывают Среднюю зону Сегодня им больше Пока предстоит Больше им приходится Защищаться Опять смена составов Тренеры Стремятся как можно Чаще Произвести смену Чтобы поддержать И без того Быстрый Быструю игру Быстрый темп Глядя на игру Наших гостей Невольно Приходится Восхищаться Их спокойствием Их необычайной Четкостью В обороне И очень Самотвержными Действиями При атаке Их ворот Обратите внимание Как действуют Защитники Как Самотверженно Они бросаются Под броски Канадские хоккеисты Часто применяют Силовые приемы Которые разрешены Правилами Ну правда Наши спортсмены Тоже умеют Применять силовые приемы В борьбе за шайбы Тоже могут Когда надо Отжимать противника В сторону Вот опасное положение Бросок Коноваленко Выручает свою команду Шестой номер Эдди Буш Бросил сейчас Имел выгоднейшее Выгоднейшее положение Вот так же Как и восемнадцатый номер Впрочем Опасное положение Сейчас у наших ворот Вот три раза Три канадских хоккеиста Стоддард Буш Имели возможность Реальнейшую Сравнять счет Но То ли поспешили Словом Допустили Оплошность Да и Коноваленко Спокойно сейчас Защитил свои ворота Сейчас на ледяной площадке Деконской Альметов И Александров А в обороне Рагулин И Трегубов Вот шайба У младого Хоккеиста Рагулина Деконской Владеет шайбой Шайба у канадцев Чатам Меронс Устремился В ответное наступление Вот вы Обратили внимание Как только Шайба находится У канадцев Они мгновенно Стараются Направить ее В зону соперника В зону защиты Нашей команды Вот видите Острое положение У наших ворот Момент кажется Ликвидирован Контратакуют Советские спортсмены И когда канадцы Обычно забрасывают Бросают шайбу В зону Тоже канадский Вратарь выручает Свою команду Когда канадские Игроки Канадские хоккеисты Вбрасывают В нашу зону То Если шайба Оказывается У крайнего Нападающего Или у защитника Он посылает ее К воротам Где уже Один а то и Два хоккеиста Ждут эту передачу Чтобы в непосредственной Схватке у ворот Добить Подправить ее В ворота Вы это еще Увидите Впереди Еще два периода Игры А сейчас ведь Прошло ровно 14 минут Первого периода 14 минут Вы не забыли Единственная шайба Заброшенная Борисом Майоровым Пока вывела Советскую команду Вперед Сейчас шайба У Сидоренкова У Бориса Майорова Старшинов Владеет шайбой Бас направо Евгению Шайба Брежнева Бросок Видите уже Под бросок Там бросаются Защитники И ликвидирован Момент Брежнев Сделал Такой же прием Как же и канадские Хоккеисты Направил шайбу Прямо К борту Канадцы Контратакуют Вот видите Прострел вдоль ворот Если так можно сказать А сейчас играет Бэтгайд Плетч В нападении У канадцев И Бэндо Шайба у Старшинова Пас Евгению Майорову Шайба у Евгения Майорова Канадцы Внимательно следят Что будут делать Советские спортсмены Ответь Один даже защитник Опустился на колени Это скол Шайба у Сидоренкова Капитан нашей сборной Посылает ее Борису Майорову Тот входит в зону Отдает Старшинову Старшинов проходит За воротами И И Не удалось увеличить счет Энергично действует Молодежь Вот Евгений Майоров Применил сейчас Силовой прием Против канадского Хоккеиста Цыплаков появился Смена составов Цыплаков Отдает Евгению Майорову В этот момент Проходит смена Якушев Якушев Вбрасывает шайбу К воротам Канадских хоккеистов А здесь Против Сметкова Применяется Силовой прием Но неправильно И судья Вынужден Удалить Сонарушение Правил Канадского Хоккеиста Плетча На две минуты Кажется Это Плетч Десятый номер Советские спортсмены Имеют Численное Превосходство А смогут ли они Использовать Это свое преимущество Мы сейчас с вами Увидим Две минуты Они будут играть Имея на одного Хоккеиста В своем составе Больше Тренер Тарасов Выпускает место Рагульна Сидоренкова Обладающего Очень мощным броском Да Плетч удален В обороне Играют Трегубов И Сидоренков Защитники Обладающие Очень мощными бросками А в нападении Тройка локомотива Снетков Якушев От шайбу Трегубова Сейчас у Сидоренкова Снетков Не смог Овладеть Но шайбу У Цыплакова Пас назад Сидоренкову Пас Трегубову Бросок Шайба Оказывается У Якушева У Трегубова Бросок И опять там Дружно Защищаются Наши гости Очень дружно Я уже вам говорил В начале Что иногда Любители Сравнивают игру защитников Защиты канадской команды С игрой Вратарей Потому что они действуют Как вратарей Видите Они преграждают путь Их три человека А куда бросить шайбу Трегубову Очень трудно Нет места свободного Все закрыто Вот передача У Цыплакову Цыплаков Отдает Сидоренкову Передача еще Вот уже Следующая передача Была по-моему Ни к чему Словом Канадские хоккеисты Видите Отбросили шайбу В нашу зону Время идет Преимущество По-прежнему На нашей стороне Мы имеем На одного хоккеиста Больше В своем составе Советские спортсмены Набирая скорость Устремились в атаку Шайбу Сниткова Пас назад Сидоренкову Просок Неудачно Шайбу Устремился Опять канадские хоккеисты Это лонг Защитник Отбрасывает шайбу Якушу Тот с Сидоренкова Шайба опять у Якушу Опять у Сидоренкова Бросок Вратарь отбрасывает Еще бросок И опять великолепно действует Вратарь канадской команды Опытный хоккеист Шайбу Трегубова Бросок И опять шайба Не идет в ворота Какое выгодное положение Видите Целая смалка Канадцы дружно защищаются И Броска решающего Пока нет Вот Сидоренков Опять производит бросок Шайбу Цыплакова Пас назад Шайбу Трегубова Бросок Сколько бросков Броски следуют ежесекундно А счет не меняется Опять шайбу Трегубова Бросок И опять видите Защитник самотверженно Защитил свои ворота Канадские хоккеисты Ликвидировали угрозу своим воротам И вот уже Чата Меронс Играет в полном составе Девятнадцатая минута идет Первого периода Шайба у Сидоренкова Советские хоккеисты провели замену Деконской Альметов и Александров Нападение Брежнев В обороне И Сидоренков Нашей гостью Играет Мартин Пауэр Бендо А в обороне Дуглас Бендо произвел Сейчас бросок Альметов Преградил путь Вот опасное положение Брежнев овладел шайбой Направил ее в среднюю зону Александрову Канадские хоккеисты Овладели Шайбой в свою очередь Последовала серия передач Канадцы атакуют Сейчас пойдет Последняя минута Первого периода Шайба у Альметова Он входит в зону противника Парсок Шайба попадает в защитника И Теннет Четвертый номер Второй защитник Уже направил ее своим товарищам Шайба у Мартина Игрок Участвовал На многих чемпионатах мира И олимпийских игр Четырнадцатый номер Шайба у Альметова Шайба у Александрова Просок Просок Не точно Шайба у Брежнева Просок Опять не точно Шайба Александрова Силовые приемы пошли Вход Шайба у Деконского Пас Альметову Просок Шайба Александрова Просок Видите защитник Стоя на коленях Опять-таки Защитил свои ворота Гости столицы Это очень опытный коллектив Мы уже вам о нем рассказывали Да вы прекрасно знаете Шесть игроков команды Чата Меронс Совсем недавно играли еще За профессиональные команды Несколько спортсменов выступали И на Олимпийских играх Таких как Бэндо номер одиннадцать Мартин номер четырнадцатый Вот закончился первый период Один ноль В пользу советских спортсменов Эту единственную шайбу Забросил на третьей минуте Борис Майоров После перерыва Мы продолжим нашу передачу Из дворца спорта Встретили которые опоздали Возможно к нашему рассказу А я думаю что их сегодня нет Впрочем это не мешает Разрешите коротко сообщить вам Составы играющих сегодня команд И о том как прошел первый период Сегодняшней встречи Итак команды выступают сегодня В следующих составах Гости команда Чата Меронс Вратарь Ал Беннет В защите номер второй Джек Дуглас Номер третий Эльмар Скофф Номер четвертый Айван Теннент Номер седьмой Стэн Лонг Нападение Номер пятый Эрни Дик Номер шестой Эдди Буш Номер восьмой Джо Мало Номер девятый Фрэнк Батгейт Номер десятый Фред Плетч Номер одиннадцать Лу Бендо Номер двенадцать Тед Пауэр Номер четырнадцать Батч Мартин Номер шестнадцать Джордж Аткин Номер восемнадцать Джек Стоддарт И номер девятнадцать Билл Форхен Капитан команды Джек Дуглас Главный тренер команды Тодд Джек И тренер команды И как вы уже наверное Обратили внимание Играющий Как его называют Тед Пауэр Сборная клубов Советского Союза Ворота защищает Виктор Коноваленко Команда Торпеда Горький В защите играет Номер третий Иван Трегубов Номер четвертый Владимир Брежнев Номер пятый Генрих Сидоренков Номер шестой Номер тринадцать Спросите Александр Рагулин В нападение Играет номер седьмой Константин Локтев Номер восьмой Вениамин Александров Номер девятый Александр Альметов Номер десятый Евгений Майоров Номер один Свячеслав Старшинов Номер двенадцать Борис Майоров Номер пятнадцать Игорь Дыконский И третья тройка Нападения Тройка Локомотива Это номер семнадцать Виктор Цыплаков Номер восемнадцать Николай Снитков И номер 19 Виктор Якушев. Капитан команды сегодня Генрих Сидоренков, который уступает под номером 5. Тренер команды Анатолий Тарасов. Только что начался второй период этого интересного поединка. Разрешите вам очень коротко сообщить о том, как прошел первый период. Конечно, для тех, кто опоздал. Первый период прошел при большом, я бы сказал, игровом и территориальном преимуществе советских хоккеистов, которые благодаря высокой скорости все время постоянно по существу находились в зоне защиты команды противников. Но, к сожалению, благодаря неточных завершающих атак, неточных бросков по воротам и с очень самоотверженной игры гостей в защите не смогли увеличить счет. Счет, кстати, был открыт на третьей минуте первого периода. Первым автором первой шайбы, заброшенной в сетку ворот канадских спортсменов, стал Борис Майоров, забивший шайбу с подачи своего партнера по тройке Старшинова. Идет сейчас вторая минута второго периода. Счет 1-0 в пользу сборной клубов Советского Союза, атакует сборная команда страны нашей. Сейчас Иван Трегубов в зоне защиты команды канадских спортсменов. Вот еще бросок поворотом, шайба у Евгения Майорова, передача. Но видите, опять канадские спортсмены ложатся под бросок, не давая возможности нашим хоккеистам произвести бросок поворотом. Сейчас на поле в защите играет Рагулин номер 13 и Иван Трегубов номер 3. Тройка, Спартакский тройка нападения. Вот только что было нарушение правил, шайба была прижата к борту. Вбрасывание будет в зоне защиты команды Канады. Шайба находится в зоне защиты команды Канады. Она у Трегубова. Трегубов пытается обыграть там защитника Лонга. Шайба опять у советских спортсменов. Она у Евгения Майора. Евгений Майоров отдает Рагулин. Рагулин хотел отдать опять назад своему партнеру, но не получилось. Перехватил шайбу мало. Вот канадские спортсмены играют опять не точно. Наши хоккеисты пытаются вновь благодаря высокой скорости войти в зону команды противника. Но видите, канадские спортсмены встречают их у синей линии, то есть у зоны своей защиты. Вот Евгений Майоров сейчас в зоне защиты команды Канады. Передача поворотом. И никого не оказывается на птачке. Но вот Трегубов бросает поворотом и шайба уходит за пределы поля. Вбрасывание в зоне защиты команды Канады. Гости сейчас выступают в следующем составе. В защите играет Скофф номер третий и Лонг номер седьмой. В нападении играет Тройка. Мало номер восемь. Дик номер пять. И Форхен номер девятнадцать. Вот Форхен сейчас шайбы в зоне защиты. Наши зоны защиты Сидоренков забирает шайбу, отдает Диконскому. Шайба возвращается в зону защиты Канады. Вот канадские спортсмены начинают атаку. Они приближаются к зоне защиты наших спортсменов. Входит в зону передача на птачок. Наши спортсмены блокируют Форхена, не давая возможности ему привести бросок. Вот уже ответная атака. Альметов на большой скорости входит в зону защиты. Бросок поворотом и опять неточный бросок Диконского. Очень опасный момент в зоне защиты канадских спортсменов. Но отлично играет опять вратарь. И он отбивает шайбу. Канадцы уже у себя в зоне начинают атаку. Но передача слишком далеко, слишком длинный бросок. Нарушение правил. И сейчас вбросят шайбу в игру. А пока знаете что? Товарищи операторы, покажите нам канадского вратаря. Сегодня их ворота защищает Алт Беннет. А посмотрите, он спокоен. Пока он спокоен, пока он так, видите, немножечко присел. Потому что шайба в зоне защиты его команды. Вот бросок. Опять он коленкой отбивает шайбу. Шайба не уходит из зоны защиты канады. И он волнуется. Смотрите, он присел. Сидит, мне кажется, все отлегло. Спокойно, спокойно. Но вбрасывание будет здесь. И вот он там распоряжается. Он распоряжается. Где он займет место. Вот в этой штанге. И где должны занять место его партнеры по команде. Вбрасывание справа от ворот. Шайба у советских спортсменов. Они отдают ее несколько назад своим защитникам. Шайбу Трегубу. Трегубу бросок в ворот. И вратарь только проводил глазами шайбу. Но не отходит от этой штанги. Теперь уже шайба переходит к этому бортику. Приходится занять здесь место. Самый опасный уголок. Нет теперь опять с той стороны. Нужны к той штанге. А здесь уже и наши нападающие. Что будет? Видите, он уже... Он готов к броску. Видите, он уже отбрасывает и закрывает шайбу. Пусть шайба выйдет из игры. Ее вбросят. И у него на душе будет спокойнее. Вот так мы через вратаря с вами посмотрим его. Впрочем, тут, по-моему, все канадские защитники даже. Около своих ворот. Вбрасывание шайбы. Вратарь опять что-то там распоряжается. Вот он плотно держится одной рукой. И все время за штангу, чтобы случайно не образовалась какой-нибудь такой маленькой щелочки, куда шайба могла бы пролететь. Но, как мы уже говорили, все-таки броски наши неточны. Вот она отсюда. Видите, он жует резинку и наблюдает за игрой. Кажется, можно довольно-таки спокойно себя чувствовать. Шайба в зоне защиты нашей команды. Вот он поэтому так и чувствует себя. Вот, простите, идет атака уже на эти ворота. И шайба в зоне защиты канадской команды. Бросок поворотом. И вратарь опять спасает положение. Прикрывает своим телом шайбу. Опять будет сбрасывание. Нет, аутбенет определенно на высоте. Вернее, он так хорошо накрывает все время шайбу, что спасает свою команду. Действительно, как мы вам уже сказали, преимущество сегодня территориальное, бесспорное, игровое, бесспорное советских спортсменов. Но, нет броска хорошего. Вот сейчас шайбу выбрасывает, и он поэтому готов. А он готов. Ну, можно опять последить за игрой. Но тут шайбу подхватывают канадские спортсмены. И поэтому ему так легче. Видите, он даже распрямился. Можно спокойно себя чувствовать. Можно даже вот так похлопать по своим конькам, по ботинкам. Немножечко так, снег он пытается разгребать, потому что шайба около синей линии нашей команды. Она в средней зоне. И вот канадцы перехватывают шайбу и устремляются в зону защиты уже советской команды. Но оттуда защитники благополучно отправляют шайбу опять в среднюю зону. Тут и опять подхватывают канадцы и устремляются в атаку. Они пока на своей половине поля, наконец, вырываются в зону защиты. Но там никого нет, кроме защитников. В общем, вся пятерка советской сборной защищается. Канадцы, тем не менее, атакуют. А посмотрите на вратаря. Он все равно внимательно следит сейчас за шайбой, потому что он знает, что советские хоккеисты атакуют на большой скорости. И может быть, возможно, контратака. Но теперь все спокойно. Вбрасывание. Идет шестая минута второго периода. Счет прежний 1-0. Впереди сборная клубов Советского Союза. Сейчас за нашу команду выступает следующая пятерка. В защите играют Трегубов и Рагулин. В нападении тройка. Деконский, Альметов и Александров. Гости выступают сейчас в следующем составе. В защите играют Сков и Лонг. В нападении играет тройка. Дик, Буш и Форхен. Шайба в зоне защиты советских спортсменов. Рагулин устремился. Забирает шайбу. Пробрасывает ее вдоль бокового борта. Деконский не смог обработать шайбу. Она приходит в зону защиты канадских спортсменов. Они выводят ее в среднюю зону. Применяют силовой прием. Шайба Мартин. Мартин в зоне защиты наших спортсменов. Коноваленко парирует шайбу. Но она оказывается в сетке ворот. Но судьи ее не защитывают. Так как шайба вошла в ворота от конька. Канадского спортсмена. Не волнуйтесь, товарищ телезрители. Счет остается прежним. 1-0 в пользу сборной клубов Советского Союза. Смена составов. У нас появляется следующая пятерка. В защите Брежнев номер 4. И Сидоренков номер 5. И тройка нападения локомотива. Цыплаков, Снитков и Якушев. У гостей на поле появляются защитники. Защитники Дуглас и Теннент. И в нападении играет тройка. Аткин. Бадгейт. И Плетч. Шайба находится в зоне. Наш спортсменов Снитков подыгрывает ее на Якушева. Якушев очень далеко находился от Сниткова. Поэтому не смог подобрать шайбу. Вот защитник Теннент забирает шайбу. И выводит из своей зоны. Кстати, Айвон Теннент это защитник очень сильный. Он раньше играл за команду, профессиональную команду Спрингфильд. Долгие годы он проводил игры среди хоккеистов профессиональной лиги. И вот лишь в последние годы он стал выступать за любительскую команду Чатам Маронс. Это очень сильный игрок, владеющий хорошо приемами силовой борьбы. Ответная атака сборной команды клубов Советского Союза. Но было положение вне игры. Вы, наверное, знаете, товарищ телезритель, что значит положение вне игры. Если не знаете, коротко вам скажем. Это когда игрок атакующей команды оказывается в зоне защиты команды противника раньше, чем окажется там шайба. Вот сейчас вы видели, как Евгений Майоров оказался раньше в зоне защиты канадской команды, чем Старшинов пробросил шайбу туда в зону. Вот шайба сейчас опять Евгений Майоров, он в зоне защиты канадских спортсменов. Бросок к воротам и опять гости ложатся. Бросок к воротам. И на восьмой минуте, вновь после броска Вячеслава Старшинова, шайба оказывается в сетке ворот команды Чатам Маронс. Да, в сегодняшней встрече тройка спартаковцев очень играет самоотверженно, очень четко. Собственно говоря, об этом говорит и результат встречи. Две шайбы заброшены благодаря усилию этой тройки нападения. Итак, 2-0 впереди сборной клубов Советского Союза. Шайба вновь находится сейчас в зоне защиты канадских спортсменов. Опять бросок к воротам. Всего лишь две секунды прошло после вбрасывания шайбы. И она вновь оказалась в сетке ворот Алана Беннета. 3-0 впереди сборной клубов Советского Союза. Шайбу в ворота команды Канады провел Евгений Майоров. Окреленный успехом спартаковцы сборной клубов Советского Союза вновь бросается в атаку. Шайба сейчас в зоне защиты канадских спортсменов. А у Евгения Майорова Евгений Майоров играет на сей раз уже не точно. Ведь напряжение встречи очень велико. Теперь уже сборная клубов ведет со счетом 3-0. Вы, наверное, помните результат прошлой встречи, когда гости вели в первом периоде со счетом 3-0. Теперь уже атакуют очень настойчиво советских кислов. Трегубов бросает по воротам. Неточный бросок. Но шайба вновь в зоне защиты команды Канады. Рагулин отдавал ее Евгению Майорову, но сыграл не точно. Деконский уже вышел на поле. Еще бросок. Шайба опять у Деконского. Отдать Деконскому не удается точно. Но шайба у Трегубова. Вот Трегубов опять отдает Деконскому. Деконский сейчас недалеко от ворот сборной команды. Команды Чата Марус. Шайба у Алекандрова. И опять бросок неточен. Очень сильный натиск советских спортсменов. Вы помните, наверное, в первом периоде, когда с 13 по 17 минуту наши хоккеисты буквально не выпускали гостей из своей зоны защиты. Да, советские хоккеисты в сегодняшней встрече демонстрируют очень, я бы сказал, высокое мастерство. Большую часть времени наши хоккеисты проводят в зоне защиты канадских спортсменов. Вы видите, как провожают тройку Спартаковскую и тройку, возглавляемую центральным игроком Спартака Вячеславом Старшиновым зрителем. Сейчас на поле тройка команды Центрального спортивного клуба армии. Это слева Деконский в центре Альметов и справа Александров. Центрального спортивного клуба армии. Игра остановлена. Сейчас будет вбрасывание в зоне защиты нашей команды. Смена составов. У нас на поле появляется в защите Трегубов и Рагулин. В нападении тройка Локомотива. Снитков, Якушев, Цыплаков. Гости выступают в следующем составе в защите. Играет пара защитников Тенент и Сков. В нападении играет тройка, возглавляемая тренером и играющим хоккеистом Центральным нападающим команды Пауэром. Тройка следующая. Батч Мартин, Лубендо и Теп Пауэр. Пока мы вам рассказывали о составе нападения команды Канады, Шайба на 10-й минуте в четвертый раз оказалась в сетке ворот гостей. Нам было очень трудно проследить, кто оказался ее автором, но мне кажется, левый крайний москвичей Цыплаков. Да, вот Диктор объявил о том, что автором четвертой шайбы стал Цыплаков. Советские хоккеисты опять завладели шайбой. Вот Трегов отдает Рагулину. Шайба приходит с Ниткова. Снитков вбрасывает в зону. Нарушение правил. Вбрасывание будет в средней зоне. Опять смена составов. Сейчас на поле у советских спортсменов выступает в защите Брежнев-Сидоренков. И в нападении спартаковская тройка Евгений Майоров, Вячеслав Старшинов и Борис Майоров. За команду Канады выступает прежний состав. В защите играют Дуглас и Тенант. И в нападении тройка Патч Мартин, Лубендо и Пауэр. Мартин с шайбой. Чедоренков забирает шайбу в своей зоне. Начинается ответная атака советских спортсменов. Шайбу Евгения Майоров в зоне защиты команды Канады. Передача налево на своего брата Бориса, но не точная передача была. Там свалка у противоположного борта. Шайбой владеют канадские спортсмены. Тенант с шайбой, защитник, отдает дальше на Бендо. Бендо направо на Мартин. Мартин в зоне защиты нашей команды отдает Бендо. Бендо теряет шайбу. Сидоренков забирает, отдает Евгению Майорову. Евгений Майоров в старшину. Старшина в средней зоне. Входит в зону защиты канадских спортсменов. Но он здесь один вступил в силовую борьбу с тремя спортсменами команды Канады. И потерял шайбу. Брежнев, защитник сборной клубов Советского Союза. Не останавливая игры, советские спортсмены произвели замену. На поле появился Деконский. А вот уже и Альметов занимает место центрального нападающего. Шайбу Рагулина. Рагулина дает в центр. И Борис Майоров не смог обработать шайбу. Мартин с шайбой. Деконский в средней зоне. Играет не точно. Шайбу перехватывает лонг. Вот шайбу Альметова. Он один-один с вратарем. Обыгрывает вратаря. Но еще бросок. Вы, наверное, товарищ телезрители, видели о том, что шайба оказалась в сетке ворот раньше того момента, когда были сдвинуты ворота. И поэтому шайба засчитывается. Произошло это на 12-й минуте второго периода. Шайбу в ворота команды Чата Маронс провел правый крайний сборный клубов Советского Союза Вениамин Александров. Итак, 5-0 впереди сборная клубов Советского Союза. Через несколько минут, товарищ телезрители, мы продолжим нашу передачу по первой программе. Но просим вас, не покидайте ваши экраны, так как передача будет продолжена и по второй программе. Шайба сейчас находится в зоне защиты команды Канады. Она у Вениамина Александрова. Вениамин Александрова дает назад. Рагулин направо на Деконского. Канадские хоккеисты начинают все чаще и чаще применять силовые приемы. Но надо сказать, что наши спортсмены тоже вступают в силовую борьбу. Они не желают в этом приеме, что ли, мужественной и самоотверженной игре уступать нашим гостям. Шайба вбрасывается в зоне защиты команды Канады. На поле сейчас тройка нападения локомотива. Шайба у Якушева. Бросок в воротом. Неточный. На поле в защите сейчас за сборную клубов выступает Сидоренков, Брежнев. В нападении тройка Цыплаков, Якушев, Снитков. За команду Канады в защите играют Шков и Лонг. И в нападении тройка Стодарт номер 18, Буш номер 6 и Аткин номер 16. Вы обратили внимание, товарищ телезритель, что только что канадские хоккеисты провели первую ответную шайбу в сетку ворот сборной команды клубов Советского Союза. Это произошло на 13-й минуте. Первую ответную шайбу провел Стодарт, выступающий под номером 18. Кстати, Стодарт уже не молодой, он очень опытный игрок. Ему 33 года. Он имеет большой опыт выступления в профессиональном хоккее. Он в течение четырех лет играл за команду высшей профессиональной лиги Нью-Йорк Рейджерс. Атакует сборная клубов Советского Союза канадские хоккеисты. Применяя такую верхнюю передачу, вбрасывает шайбу в зону защиты нашей команды. Шайба Рагулин. Сейчас игра остановлена. Шайба проброшена через две зоны и будет возвращена на ту точку, где произведено нарушение. Товарищи телезрители, сейчас подключилась к нам первая программа, поэтому разрешите коротко познакомить вас с тем, как происходила встреча нынешних соперников. Это команда Чатам Марунс Канада и сборная клубов Советского Союза. В первом периоде на третьей минуте Борис Майор с подачи Старшинова забросил единственную шайбу в ворота канадцев. Игра проходила очень интересно и напряженно, потому что большинство времени наши хоккеисты территориально имели преимущество и игровое. Но первый период закончился только со счетом 1-0 и хоккеисты ушли на отдых с этим счетом. Второй период, который начался 13 минут тому назад, порадовал нас очень интересной, слаженной игрой наших нападающих. Сейчас прошло в течение 13 минут 5 шайб в ворота команд, причем из них 4 в ворота наших гостей, команды Чатам Марунс, и одна шайба в ворота советской команды, которую забросил Стодарт номер 18 на 13 минуте. Как же забивались шайбы во втором периоде в ворота наших гостей? На 8 минуте Старшинов забил вторую шайбу, тут же на 8 минуте вслед за Старшиновым Евгений Майоров, это игрок тоже команды «Спартак», забил третью шайбу. На 10 минуте Цыплаков увеличил до счета 4-0 и на 12 минуте Александров увеличил счет до 5-0. Сейчас идет 15 минута, счет 5-1 ведут хоккеисты сборной клубов Советского Союза. Сейчас атакуют советские хоккеисты, но не совсем четкий бросок по воротам, Старшинов не смел использовать очень удачное положение, и уже продолжается атака. Александров играет с защитником Брежневым, бросок, но сейчас опять самоотверженно защищает свои ворота защитники гостей. Они все время стараются взять шайбу на себя, мешая полету шайбы в сторону ворот. Они все время оберегают и ворота, и своего вратаря, который сегодня играет достаточно успешно и блестяще, нужно сказать. Вот Александров атакует, он с шайбой отдает на пятачок, но никто из его партнеров не оказался на месте, чтобы остановить шайбу и произвести бросок в сторону ворот гостей. Сейчас шайба уже в зоне советских хоккеистов. Генрих Сидоренков там борется за шайбу, теряет ее. Канадские хоккеисты владели шайбой играют назад на защитника, это был лонг, он сделал бросок, но не совсем сильно. И вот уже атакуют снова канадцы. Наши хоккеисты начинают также применять силовые приемы, которые очень хорошо демонстрировали наши гости в двух периодах Александров с шайбой. Он очень сильно переводит на противоложную сторону. Шайбу дает на Альметову, Альметов на большой скорости входит в зону гостей, оставляя Деконскому. Деконский повременил, нужно было сразу давать обратно Альметову. И вот шайба выброшена в среднюю зону. Но гости часто пользуются этим приемом, когда тяжело становится во время защиты своей зоны. Они в малейшую возможность выбрасывают зону. Вот Альметов с шайбой подходит к воротам, но его опять очень плотно блокирует нападающий гостей. Вперед устремляется Мартин. Это один из сильнейших хоккеистов команды. Но Бендо потерял шайбу и вот уже Деконский сильно переводит в противоложную сторону. Отдает на Рагульна, защитника. Рагульн проводит шайбу вперед на Александрова. Александров один в зоне гостей. Вот он играет на Альметову, подошедшему на помощь. Брежнев, защитник команды сборной Советского Союза. Играет на ворота, но шайбу перехватывают нападающие гостей. Вот в средней зоне нападающий гостей обыгрывает одного из нападающих. Играет в сторону ворот. Но Коноваленко очень спокойно парирует эту шайбу и отводит ее в сторону, в угол площадки. Туда устремляется Иван Трегубов. Нужно сказать, что наши хоккеисты сегодня играют очень грамотно и содержательно, если так можно сказать. Они все время играют широким фронтом, разрывая линию защиты гостей. Гости самотверженно защищают свои ворота. Но, как вы видели, все-таки пять шайб прошли ворота команды «Сятом Маронс». Несмотря на ту самотверженную защиту, которую они организовывают около своих ворот. Сегодня наши хоккеисты блеснули хорошей маневренной игрой. И надо сказать, что если в прошедшей первой игре наши хоккеисты, имея очень много возможностей и моментов для бросков по воротам, но вот, простите, опасный момент, Цыплаков в шайбу нужно отдать Сниткову. Очень хорошо сделал Цыплаков. Мы как раз сказали, что нужно было отдать Сниткову, но он нашел более правильный, лучший ход. Он отдал шайбу Якушеву, не прикрытому никем. И Якушев очень спокойно направил шайбу в ворота гостей. Итак, на 18-й минуте счет стал 6-1 в пользу команды Советского Союза. Контратакуют канадские спортсмены. Шайба сейчас у нападающего Дика. Вот Дик пытается завладеть шайбой, но ему не удается. Эта шайба проброшена вот так к противоположному борту. Это уже защитник Дуглас производит бросок, но опять неточный. Наши спортсмены тоже очень стойко защищаются в сегодняшней встрече. Видите, сейчас Сидоренков из очень трудного положения отдал шайбу Сниткову. Снитков в средней зоне. Он приближается к зоне защиты канадских спортсменов. Вот в зоне бросок по воротам, но неточный бросок. Канадские спортсмены очень быстро организуют защиту своих ворот. Мы вам рассказывали, товарищ телезритель, об игре вратаря канадской сборной. Канадские команды Чатам Маранс. Но мы сейчас опасный момент в зоне защиты наших спортсменов. И вы видели, как сейчас самоотверженно защитник Брежнев лег под бросок канадского спортсмена и преградил полет в шайбе. Да, момент был у канадских спортсменов явно голевой. Молодец, Владимир Брежнев. Смена составов. На поле у нас появляется в защите Трегубов и Рагулин. И в нападении спартаковская тройка майоров, старшинов, майоров. У гостей выступают сейчас в защите Сков и Лонг. И в нападении... В нападении играет тройка. Бадгей, Буш и Плетч. Дело в том, что, товарищ телезритель, в прошлой игре канадские хоккеисты играли четырьмя тройками нападения. Вы, наверное, помните, что наши хоккеисты играли также в четыре тройки нападения и в три пары защитников. Сегодня наши гости очень часто вводят игру, не придерживаясь того плана, не придерживаясь тех укомплектованных троек. И поэтому нам очень трудно следить за составом, постоянным составом тройки нападения наших гостей. И вот мы вам рассказывали уже об игре вратаря. Но надо сказать, что наши гости в защите играют очень четко. И не только заслуга вратаря в прошлой игре, но надо сказать, что большая заслуга была и защитной линией команды Канады. Вы, наверное, обратили внимание, как гости в момент броска наших хоккеистов ложатся под бросок, не давая возможности провести шайбу в ворота. Это очень нужный, очень хороший прием в момент защиты своих ворот. Сейчас было положение вне игры, поэтому будет вбрасывание в средней зоне. Наши спортсмены меняют состав. На поле появляется вновь пара защитников Брежнев-Сидоренков. Нападение нашей команды выглядит сейчас следующим образом. Деконский, Альметов и Александров. Гости выступают в прежнем составе. Только на поле появился вместо Буша Аткин, номер 16. Аткин это тоже не молодой игрок, ему 28 лет, он полузащитник команды. В основном он играет несколько сзади. Правда, в хоккее шайбы нет полузащитников. Но у канадцев есть такое понятие, когда игрок играет несколько сзади основной своей тройки нападения. Аткин это помощник капитана. Выступал за профессиональную команду. Умело и четко применяет силовые приемы. Вы, наверное, помните игру, прошлую игру наших хоккеистов с командой Канады, когда Аткин показывал, демонстрировал московским любителям хоккея силовую борьбу. Сейчас такой советский спортсмен Альметов отдает Александрову. Александров не смог сейчас произвести бросок, так как его атаковали сразу два спортсмена команды Канады. Сейчас Батгейт входит в нашу зону, но теряет шайбу. Альметов подхватывает, вот он в средней зоне. Они вдвоем сейчас с Александровым атакуют зону защиты команды противника. Вот бросок сильный издалека. Аткин с шайбой. Выбрасывает в нашу зону. Коноваленко парирует шайбу к лицовому борту. Батгейт там и вместе с ним Плетч атакует нашу зону. Вот опять силовой прием. Но правда он проведен неправильно. Толчок руками. И причем толчок руками в зоне команды противника. Как вы знаете, это запрещено правилами. Теперь гости вынуждены будут играть в четыре полевых игрока. Реальная возможность у наших спортсменов еще увеличить счет. Впрочем, посмотрим. Впереди еще, правда, очень мало времени. Остается всего-навсего шесть секунд до конца встречи. Посмотрим, ведь вы помните, как в течение буквально трех секунд нашим спортсменам удалось увеличить счет. Вбрасывание сейчас в средней зоне. Наши спортсмены уступают тройкой. Декунский, Альметов, Александров. Вот видите, канадцы задерживают шайбу. Не давая возможности ею завладеть. И вот уже сами держат ее в средней зоне. А вот и свисток. На этом закончился второй период. Закончился он, как вы знаете, со счетом 6-1. В пользу сборной клубов Советского Союза. Вы, товарищ телезритель, уже в курсе событий. Вы знаете о том, что перед началом третьего периода счет 6-1 в пользу сборной клубов Советского Союза. Вы, конечно, вместе с нами радуетесь успеху нашего коллектива. Успеху молодого коллектива, который готовится к предстоящему чемпионату мира в Швейцарии. Надо сказать, что вы помните, конечно, прошлую встречу. И вы помните, как наши спортсмены долгое время не могли найти ключ к защите. К плотной и очень четкой игре защиты наших гостей, команды Чата Марунс. Очень приятно отметить. Я думаю, что вы вместе с нами радуетесь сегодня. Успеху нашего тренерского коллектива. Успеху нашего всего игрового ансамбля. Который нашел все-таки ключ к этой очень четкой, самоотверженной игре защитников команды Чата Марунс. Об этом свидетельствует и счет встречи. 6-1 впереди сборная клубов Советского Союза. Итак, команды сейчас выйдут на поле для того, чтобы продолжить этот интересный поединок. Поединок двух очень сильных команд. Команды представительницы Родины хоккея, команды Чата Марунс, команды Канады и сборной клубов Советского Союза. Вы знаете, что наши хоккеисты не раз встречались с хоккеистами Родины хоккея. И надо сказать, что сегодня это 31-й поединок советских и канадских хоккеистов. В предыдущих встречах 14 раз победу одерживали советские спортсмены. 13 матчей закончились победой канадских спортсменов. И всего лишь в трех играх был зафиксирован ничейный результат. Итак, продолжим наш рассказ. Сейчас на поле за советскую команду выступают следующие игроки. В защите играет Брежнев Сидоренков. В нападении играет тройка Альметов, Деконский и Александров. У гостей играют... В нападении играют Аткин и Плетч. В защите играют Дуглас и Тенент. Шайба находится в зоне защиты канадских спортсменов. Она у Брежнева. Брежнев поддает Альметов. Бросок по воротам. Шайбу Александрову за воротами команды Канады. Сидоренков с шайбой. Опасный момент. Бросок. Вратарь Беннет парирует шайбу. Но она по-прежнему находится в зоне защиты гостей. Брежнев с шайбой. Он в средней зоне. Александров. Александров набирает скорость. Входит в зону защиты команды противника, но теряет шайбу. Аткин забирает ее. Отдает Дугласу. Опять Альметов прервает передачу. Советские спортсмены начинают атаку. Производят смену игроков. На поле появляется Трегубов. Евгений Майоров. И в момент, когда наши хоккеисты остались в численном меньшинстве, то есть играли всего лишь вдвоем Альметов и Александров, шайба в седьмой раз оказалась в сетке ворот вратаря Алена Беннета. И так произошло это на второй минуте. Счет 7-1. Впереди сборная клубов Советского Союза. Шайбу, седьмую шайбу в сетку ворот гостей забросил Вениамин Александров. Гости бросаются в ответную атаку. Форхин здесь борется за шайбу. Вот передача на пятачок. Там очень зорко следит за шайбой. Трегубов отдает ее Старшинову. Старшинов отдает Борису Майорову. Опять атакует советских хоккеистов. Передача на пятачок. Не точная шайба у Рагулина. Рагулин теряет ее. Трегубов вручает своего партнера по команде. Старшинов брашивает опять Джону. Старшинов бросает поворотом. Но не точно. Сков прервает передачу. Вот вы видите этого игрока, защитника команды Чата Марунс. Он тоже немолодой. Ему 28 лет. Опять атакует советский спортсмен. И шайбу Евгения Майорова. И видите, как его прикрывает Мало. Рагулин с шайбой. Евгений Майоров. Передача Старшинову. Старшинов не смог обработать шайбу. Рагулин вновь возвращает Евгению Майорову. Евгений Майоров пропускает. Дает Борису Майорову. Борис Майоров опять Евгению Майорову. Борис Майоров с шайбой. Обыграет рога. Бросок поворотом. Вратарь опять парирует. И здесь уже на помощь опять Сков приходит. Шайба в средней зоне. Она у Трегубова. На поле появляется тройка московского локомотива. Цыплаков, Якушев, Снитков. Шайбу Цесниткова. Защитники также меняются. На поле появляется Брежнев и Сидоренков. Цыплаков, шайба. Он, правда, пока еще в своей зоне. Вот входит в среднюю зону. Отдает Якушеву. Якушев входит в зону защиты команды Канады. Вот передача Цыплакова. Но Цыплакова очень... Там резко так, применяя силовой прием, оттесняют к противоположному борту. Вот уже ответная атака. Впрочем, канадцы опять теряют шайбу. Очень настойчиво атакуют сегодня советские спортсмены. Якушев в шайбу. Он в средней зоне. Обыгрывает Скобу очень хорошо. Входит в зону. Отдает Цыплакову. Там Снитков борется за шайбу. Слонгом и защитником Скобом. Форхан приходит на помощь своим защитникам. Тот выбрасывает гости уже в шайбу. Среднюю зону атакуют гости. Дик с шайбой. Положение вне игры. Шайба была проброшена из зоны защиты канадских спортсменов. И принято была Диком за красной линией. Поэтому будет вбрасывание с той точки, откуда была произведена передача. Вот видите, отсюда был произведен бросок. Опять смена составов. В защите за советскую команду выступают Трегубов и Рагулин. Нападение Александров, Альметов, Деконский. За гостей выступает первая тройка нападения. Бендо, Пауэр и Мартин. Шайбу Альметова опять атакуют советские спортсмены. Шайбу Вениамина Александрова. Бросок поворотом. Неточный бросок. Шайба опять у Александрова. Александров отдаёт Трегубову. Трегубов Деконскому. Мартин там атаковал сейчас Деконского, применив силовой приём. Завладел шайбой. А вот уже гости там за своими воротами теряют шайбу. Вновь она у Деконского. Деконский отдаёт Рагулину. Рагулин бросает поворотом. Опять бросок неточный. Дуглас с шайбой. Мартин. Пауэр потерял шайбу. Александров завладел ею. Отдаёт Деконскому. Шайбу Деконский отдаёт Александрова. Александров бросает. И видите, опять защитники ложатся под бросок. Не давая возможности произвести точный бросок воротом. Вот Трегубов борется здесь за шайбу в зоне защиты команды Чата Марунс. Вратарь Беннент ловит шайбу. Вбрасывание в зоне защиты команды Чата Марунс. Опять смена составов. На поле у нас появляется следующая пятёрка. Сидоренков, Брежнев в защите. И тройка нападений Евгений Майоров, Старшинов, Борис Майоров. Вот бросок поворотом. Опять гости преграждают путь полёту шайбы. Шайбу Сидоренкова. Сидоренков отдаёт Борису Майорову. Передача на пятачок. Старшинову бросок. Да, Старшинова сегодня смело можно назвать героем дня. Старшинов на пятой минуте третьего заключительного периода провёл восьмую шайбу в сетку ворот команды Чата Марунс. Это уже третья шайба по счёту, заброшенная от клюшки Вячеслава Старшинова в сегодняшней встрече. Шайба находится сейчас в зоне защиты нашей команды. Она у Сидоренкова. Сидоренков играет, правда, не совсем точно. Вновь шайба у Сидоренкова. У Брежнева. Брежнев начинает атаку из своей зоны, даёт Старшину. Но Старшинов не смог обработать шайбу. Ответная атака гостей. Буш с шайбой. Очень хорошо применяет силовой приём Брежнев. Борис Майоров с шайбой. Положение вне игры. Очень увлёкся нападением сейчас Евгений Майоров. И примерно на два метра оказался раньше в зоне защиты команды Чата Марунс. Вновь смена составов. Очень высокий темп игры. Атакуют советские спортсмены. Там, видите, как даже в силовую борьбу вступает Цыплаков уже с таким физически сильным игроком, как Форхен, который отличается в силовой борьбе очень. Он очень чётко применяет силовые приёмы. Но, видите, даже Цыплаков вступил с ним в силовую борьбу. В Брасуни в зоне защиты команды Канады. Чата Марунс производит смену. На поле появляется Бэндо. Цыплаков с шайбой. Он входит в зону защиты команды Чата Марунс. Очень хорошо пытался сейчас обыграть Скова, но Сков, опять применив силовой приём, не дал возможности Цыплакову завладеть шайбой. Гости очень медленно переходят в среднюю зону. Надо сказать, что канадские хоккеисты вообще не отличаются большой скоростью, но зато очень бросается в глаза чёткий розыгрыш шайбы. Правда, вот сейчас вы видели, как Бэндо не удалось чётко отдать шайбу своему партнёру по команде Форхену. Советские спортсмены. Это защитник Рагулин. Борется за шайбу, прижимает её к борту. Вбрасывание в зоне защиты сборной клубов Советского Союза. На поле появляется первая тройка. Это нападение советской команды Деконский, Альметов, Александров в защите, Брежнев, Сидоренков. Гости выступают сейчас в нападении в следующем составе. Буш номер шестой, Бэндо номер один и Стодарт номер восемнадцать. Шайбу Альметова. Альметов входит в зону, но раньше вновь там оказываются и Александров, и Деконский. Очень велико желание сегодня у наших спортсменов всё время находиться в зоне защиты команды противника. И это понятно, ведь наши хоккеисты, вы помните, и по прошлому, наверное, состязанию, всё время атаковали ворота защищающие, защищал в прошлом, кстати, и Харлей. Сегодня защищает Беннен. Всё время находились в зоне защиты команды Чата Маронс. Сегодня наши хоккеисты демонстрируют очень хорошую, слаженную игру в нападении. Атакуют уже гости. Аткин борется за шайбу с Альметовым. Это же Брежнев. Там пытался сейчас прижать шайбу к борту. Вбрасывание будет в зоне нашей защиты. Идёт восемнадцатая, простите, восьмая минута третьего заключительного периода. Счёт 8-1. Впереди сборная клубов Советского Союза. Шайбу Деконского, он в средней зоне, отдаёт её Альметову. Мы должны извиниться, товарищи телезрители, что на минуточку прервём рассказ о самом матче. К нам в нашу радиоложу пришёл президент Канадской львицкой хоккейной ассоциации, господин Джек Роксберг. И я хотел бы задать ему несколько вопросов. Господин Роксберг, прежде всего я хотел бы просить вас рассказать о ваших впечатлениях о сегодняшнем матче. Мистер Роксберг, what can you tell me of today's match? Today's match is very fast. And the Russian players now are playing hockey the way I've seen them play in Canada. They have that pattern play really going and it's paying off. Господин Роксберг говорит о том, что сегодняшняя встреча, это действительно великолепная встреча. И он говорит, что он видел такой хоккей в Канаде, когда наши советские спортсмены играли на таком блестящем спортивном уровне, как это было в Канаде. И что они действительно владеют и клюшкой, и шайбой так, как настоящие большие мастера. И еще один вопрос. Do you think, what is the difference between the tactics of our team of the previous game, of today's game? Well, I think there's one thing that is very definite, and that is that your players are shooting, and it's really paying off. Yesterday's game they did not shoot at all, they wanted to come right on the net. Today they are shooting from blue line and right on in, and it's really paying off in goals. What did you say, Mr. Rocksberg? First of all, the first match, which happened between the Canadian team and our team, was that our players, of course, were a little out of the stride by the ball. And here's the match. Our players, as said, Mr. Rocksberg, just стреляют, стреляют непрерывно at the ball of 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 the ball. And this, of course, gives us some results. The ball of 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 the ball. And in conclusion, the last question, Mr. Rocksberg, we understand, that you are now ready to go back to your team, and we just, what it is, we invited you for a moment. What could you say about who you like the most of our Soviet players? Who could you say? Well, whom do you like the best from our Soviet team? Well, I like Alexandrov and Tregobov and that little fella, Sikplakov. Sikplakov? Sikplakov. Sikplakov, yeah, he's good. Mr. Rocksberg, I hope he's good. Mr. Rocksberg says that a person of our players should be using our enemies, eleksandrov and Tsipplakov and the leader of the inevitable. Thank you very much. And perhaps a few words about the next game with our Soviet young team. Well, I knew to know this, that the present team at the present time, they're really getting it. And I think they'll come back down again and have their feet on the ice, so to speak. And tomorrow's game will be a good game. Спасибо большое, и я желаю вам доброго успеха. Спасибо, что я здесь присутствовал, и это, я надеюсь, будет привести гораздо лучше и поддерживать хорошие отношения с союзными спортсменами и нашими. Спасибо большое, мы имеем ввиду, что мы имеем ввиду. Это поражение, которое достается им в этом матче, и надеется, что они покажут настоящий хороший хоккей после того, как они успокоятся и придут в себя. И он считает, что такие встречи между канадскими и советскими спортсменами только приносят одно – пользу для укрепления дружбы и культурных связей между нашими странами, для укрепления дружеских связей между спортсменами наших стран. И я от вашего имени, товарищи телезрители, согласился с этим очень правильным суждением и пожелал канадским хоккеистам больших успехов и счастливого пребывания в нашей стране. Еще раз спасибо вам, господин Ротберг. Мы несколько с вами, товарищи телезрители, отклонились от хода самой игры. Теперь мы продолжим наш рассказ о том, как проходит этот интересный поединок команды Чата Маранс и сборной клубов Советского Союза. Вбрасывание в зоне защиты гостей. На поле сейчас у нас выступает в защите Сидоренков-Брежнев, в защите тройка Локомотива. Тройка очень мужественных спортсменов – Снедков, Цыплаков-Якушев. Атакует сборная команда клубов Советского Союза. Нарушение правил, игра остановлена. Будет вбрасывание. Сейчас вновь в центре поля, так как время первой половины третьего заключительного периода истекло. Сейчас команды поменяются воротами. Теперь справа от нас будут ворота команды Чата Маранс, которая защищает Алл Беннент. И слева ворота сборной клубов Советского Союза, которая защищает Виктор Коноваленко. Гости сейчас на поле выступают в следующем составе. В защите играет Дуглас номер второй и Тенент номер четвертый. В нападении играет первая тройка. Плетч, Бендо и Мартин. Атакует советский спортсмен. Вот Снитков пытался прийти бросок. Якушев бросает. Здесь свалка. Очень сильный свалку ворот. Но Цыплаков нашел брешь между вратарем и боковой штангой. И на одиннадцатой минуте послал девятую шайбу в сетку ворот команды Чата Маранс. Итак, 9-1 впереди сборная клубов Советского Союза. Наши хихисты продолжают атаковать зону гостей. Брежнев с шайбой. Он уходит глубоко на свою половину поля. И сильно передает пас Деконскому. Деконский на скорости передает Сниткову. Снитков ходит в зону, но Деконский поторопился войти в зону раньше, чем туда вошел Снитков с шайбой. Вбрасывание около синей линии зоны наших гостей. Сейчас производится замена обеими командами. У гостей в нападении играет Стодарт, Аткин и Бендо. В защите играет Лонг Исков. Наши хихисты выставили свою первую тройку нападающих. Александров, Альметов, Деконский в нападении. В защите Трегубов и Рагулин. Вот Рагулин с шайбой. Он сильно переводит шайбу на противоположную сторону. Но вовремя подоспевший защитник перехватывает шайбу. И вот уже Александров уходит вперед. Он входит в зону. Нужно оставлять. Оставляет Альметову. Бросок. Прекрасный бросок Альметова. И на 12-й минуте еще становится 10-1 в пользу сборной команды группов Советского Союза. Сейчас очень остроумно, я бы сказал, Александров оставил шайбу. И уведя за собой защитника Альметову. И как вы видели, результат очень точный бросок. В отличие от первой игры, сегодня наши хихисты демонстрируют очень точные броски. Все время ведут прицельные броски поворотом к гостей. И как вы видите, результат шайбы достигают цели. Мы вам рассказывали о том, что наши гости демонстрируют все время очень хорошую, четкую защиту у своих ворот. Но наши хихисты нашли ключ к этой плотной защите. Они сумели как бы раскрыть этот заслон. И вы видите результат. 10 шайб в воротах команды гостей. Судья Старовойтов останавливает встречу. Удаляют на 2 минуты защитника сборной клубов Советского Союза Ивана Трегубова. За игру на чужой половине поля, применив силовой прием. Он нарушил правила и должен нести наказание в течение 2 минут. Но вот и Стодарт, 18 номер нападающей команды гостей, также приглашается на скамье оштрафованных за обоюдную грубость. Итак, команды играют в равных составах. Сейчас гости выставляют пару защитников Дуглас и Тенант. В нападении играют Батгейт и Плеч. В команде Советского Союза в нападении играют Альметов и Александров. В защите играют Брежнев и Сидоренков. Вот Александров с шайбой, он стремляется вперед, играет с Альметовом. Альметов очень умно задумал передачу, но не совсем точно исполнил ее. И вот уже атакуют гости. Тенант с шайбой, защитник гостей, он сильно бросает в сторону ворот нашей команды. Но там очень спокойно Коноваленко отводит шайбу в сторону. И уже Брежнев играет с Александровым. Александров опять очень в выгодном положении входит в зону. Обыгрывая защитника, бросок, помешали бросить. У наших гостей сейчас в нападении играет Фред Плеч. Это очень быстрый, смелый и высокотехничный нападающий. Он отличается умением тянуть время, когда с поля удален игрок. Большая техника и опыт позволяют ему очень долго держать шайбу. И тем самым выиграть время. Но сейчас необходимости в этом нет, так как команда играет в равных составах. И Плеч, собственно говоря, и не будет применять своего умения для того, чтобы как-то тянуть время. Сейчас тянуть время нет смысла, так как равные составы. Нужно также вести атаку для того, чтобы изменить счет. Вот Плеч устремляясь вперед. Он берет шайбу. Никто не мешает ему. Но он один. Вот только сейчас к нему на помощь подошел Батгейт. Вот Батгейт получает шайбу, переводит ее назад. Но судья Старовойцев останавливает встречу и приглашает Плеча. Также над камью Остракованных. За подножку клюшкой. Да, совершенно справедливо. Сейчас уже гости остаются втроем, в три полевых игрока. Наша команда играет в четыре полевых игрока. Что же сделают наши гости, если Плеч удален, а он как раз отличается умением тянуть время? Кто же будет у них играть в нападении? Посмотрим. Ах вот, они выпустили Джо Мало. Это тоже очень техничный игрок. Очень долгое время игравший в профессиональных командах. Обладает очень сильным броском и большой техникой. Это рослый, атлетически сложенный спортсмен. Сейчас очень расчетливо выброшена была шайба из своей зоны. Она не дошла до линии ворот нашей команды. Таким образом, время прошло, оно сыграло в пользу наших гостей. Идет 14-ая минута третьего периода. Счет 10-1 ведут советские хоккеисты. Тренер Тарасов производит замену. Вместо Бориса Майорова он выпускает Евгения Майорова и Старшинов. Эта пара нападающих играет с двумя защитниками. Брежневым и Сидоренковым. Вот Евгений Майоров с шайбой. Он играет на Сидоренкова, который продвинулся немного вперед. Сидоренков кое в зону. Ждет, когда кто-то из игроков откроется. Вот очень хорошо открылся Майоров. Он отдает Брежневу. Брежнев передает Старшинову. Но Старшинов очень поспешил, я бы сказал, с передачей. Нужно было сделать небольшую пазу. Тем самым выиграть момент, когда кто-то из его партнеров открылся бы на свободное место и сумел бы произвести бросок по воротам. Вот Старшинов обыгрывает одного из нападающих гостей, но теряет шайбу. А вот уже Стодарт вышел на поле и пробросил шайбу в сторону ворот нашей команды. Шайба пересекла красную линию ворот и возвращается в то место, где был произведен бросок. Сейчас судья сегодняшней встречи, Вагнер, Федеративная республика Германия, произведет бросование в зоне наших гостей. Стодарт подходит к судейскому столу и спрашивает, сколько осталось сидеть на скамине штрафованных Плеччо. Его очень беспокоит, так как их еще четверо на поле. Вот он подошел, бросование. И вот уже Мало устремляется вперед, но вовремя подоспевший сюда Скидков отнимает у него шайбу, передает на Рагуль, на Рагуль получает шайбу обратно. Скидков проходит вперед, но шайба остановлена, игра остановлена, так как шайба была дана через зону. Скидков не имел права брать шайбу за красной линией, он должен был взять ее до красной линии. Ну и сейчас будет бросование в зоне нашей команды. Мало борется за шайбу, вот он сам себе помогает коньком, но никто из партнеров его не поддержал, и уже атакуют наши хоккеисты Скидков с шайбой. Бросок, но там опять оказалось сразу три игрока канадской команды. Свисток. Две минуты получает Скидков за подножку клюшкой. Сейчас наши хоккеисты остаются вчетвером. Команды оказались снова в равных составах. Сейчас на поле по четыре игрока. Правда, плеч игрок команды Канады должен сейчас выйти на поле, и у команды Канады будет преимущество, численное преимущество в игроках. Вот сейчас Сков очень хорошо сыграл своим партнером Мартином. Мартин проходит вперед, но вовремя выкатившийся из ворот. Коноваленко отбивает шайбу. Дуглас, защитник шайбы. Вот он играет с защитником Сков, получает обратно шайбу. Вот Дуглас играет на Пауэра. Это тренер команды, двенадцатый номер. Снова бросок поворотом. И вот Пауэр борется за шайбу. Он проходит в угол площадки, играет на Мартина. Мартин отпасовывает шайбу назад своему партнеру Лу Бендо, и тот забрасывает шайбу в ворота нашей команды. На шестнадцатой минуте счет становится 10-2. Ведут наши хоккеисты. Как вы знаете, товарищи зрители, что после забитой шайбы, если команда играла в численном меньшинстве, игрок, находившийся на скамье оштрафованных, немедленно возвращается в поле. Так и сейчас. Команда наша играла в численном меньшинстве. После пропущенной шайбы играет в полном составе. Сейчас на поле наша тройка нападающих Александров, Альметов, Деконский. В защите играет Брежнев, Сидоренков. Наши гости играют своей первой тройкой нападающих. Бендо, Мартин и Пауэр. В защите играет Лонг и Сков. Вот Альметов шайбы он играет на Деконского, но Деконского очень плотно опекает Лонг. И настолько плотно, что даже сбивает его с ног, в то время, когда он даже не имел шайбы. Поэтому судья Вагнер приглашает Лонга на скамье оштрафованных. Снова наши гости играют в численном меньшинстве. Наши гости снова меняют. Пару нападающих, пару защитников. Тем более, они знают, что наша тройка нападающих, Альметов, Деконский и Александров, это очень сильная, технически грамотная и довольно-таки агрессивная тройка. Ну и вполне естественно, что сейчас они укомплектовали свою четверку игроков самыми сильными, опытными хоккеистами. Вот вперед устремляются хоккеисты команды Чатам Маронс. Александров получает шайбу. Отдает очень хорошо Альметову. Альметов на скорости входит в зону гостей. Но здесь очень хорошо и спокойно сыграл вратарь Бенненд. Шайба выброшена. Причем, нужно сказать, что если в прошлых случаях, когда команда играла в численном меньшинстве, игроки гостей очень расчетливо выбрасывали шайбу так, что она не доходила до линии ворот противника, то сейчас этот расчет, видимо, был упущен. То ли сказалось усталость, то ли счет повлиял, что игроки не совсем четко выполняют, казалось бы, очень простые приемы. Вот сейчас очень хорошо владеет шайбой Аткин. Вот вы видите, он как играет. Он не торопится отдать шайбу. Правда, здесь он потерял равновесие и упал. Ну, шайбу придется убросить недалеко от этого места, где упал Аткин. Снова Аткин идет на вбрасывание. Он из старшинов. Старшинов выигрывает, играет на своего защитника Трегубова. Трегубов отдает вперед. Старшинов, шайба, бросок, поворотом. Но Беннетт отбивает шайбу в угол, далеко в угол. Плечь шайбой. Вот он как раз играет. Мы вам говорили, что он очень хорошо владеет клюшкой и шайбой. Вот он, видите, как не торопясь, спокойно осматривается, играет со своим защитником Теннентом. Теннент выбрасывает очень легко, выбрасывает шайбу из своей зоны. И команда выстраивается для того, чтобы встретить наших нападающих. Вот вперед устремляется Борис Майоров. Он играет назад на Трегубова. Трегубов отдает Старшинову. Старшинов разворачивается, ищет кому отдать. Наши гости очень четко выстраиваются около своих ворот. Они все время с четырьмя игроками как бы перекрывают всю площадь своей зоны. И вот снова Аткин с шайбой. Он не торопится. Вот он немножко, правда, злоупотребил передержкой шайбы. И потерял. И вот Иван Трегубов в шайбу играет на Рагулина. Рагулин смотрит, кому обладать. И бросает в сторону ворот. В то время как лучше было бы, пожалуй, отдать шайбу Евгению Майорову. Вот Евгений Майоров борется с Аткиным. А вот шайбу Рагулин, защитник нашей команды, прижал к борту. И сейчас происходит смена составов. Идет 19-я минута третьего заключительного периода. 10-2 впереди сборная клубов Советского Союза. За советскую команду сейчас выступают в защите Брежнев и Сидоренков. В нападении тройка Цыплаков, Якушев, Снитков. Сейчас очень остро атакуют советские спортсмены. Вратарь Беннет прижимает шайбу ко льду. Вбрасывание в зоне защиты команды Чатам Марунс. Гости выступают также теперь уже в полном составе. Шайба по-прежнему находится в зоне гостей. Вот они выбрасывают ее в среднюю зону. Шайба сейчас Форхин. Он в зоне защиты нашей команды. Бросок поворотом. Коноваленко парирует, но сам оказывается в сетке своих ворот. Шайба у Сниткова. Снитков в средней зоне. Опять гости выбрасывают ее в нашу зону. Но вот она приходит Сниткову. Снитков сейчас в средней зоне. Входит в зону защиты команды Чатам Марунс. Мечает местами с Цыплаковым. Играют не точно наши спортсмены. Но Цыплаков опять перехватывает шайбу. Вон вновь в зоне защиты команды гостей. Якушев с шайбой. Наши спортсмены пытаются растянуть защиту. Отдают шайбу Цыплакову. Цыплаков с Ниткову. Бросок. На исходе девятнадцатой минуты после броска с Ниткова счет становится 11-2 в пользу сборной клубов Советского Союза. На поле у нас сейчас следующий состав. В нападении Деконский, Альметов, Александров. В защите Трегубов и Рагулин. Команда Чатам Марунс выступает сейчас в следующем составе. В защите играют Сков и Лонг. В нападении играют Мало, Дик и Буш. Шайба сейчас находится в зоне нашей защиты. Но отыграют не точно гости. Шайба приходит уже к нашим защитникам. Вот Трегубов набирает скорость. Сходит в среднюю зону. Можно отдавать. Нет, Трегубов сам уходит. Бросок. Но игра остановлена. Нарушение правил вбрасывания будет у зоны защиты команды Канады. Смена составов. Заканчивается последняя минута этого интересного поединка. Команды Чатам Марунс и сборной клубов Советского Союза. Мартин с шайбой в зоне защиты нашей команды. Его атакуют Трегубов. Не давая возможности отдать шайбу партнеру. Нарушение правил. Игра остановлена. Вбрасывание в зоне защиты нашей команды. До конца встречи остается 19 секунд. 11-2. Впереди сборной клубов Советского Союза. Последняя атака гостей. Шайбу Дыконского. Дыконского атаковал сейчас Бендо. Шайба приходит Трегубу. Трегубов отдает Рагулину. Рагулин Александрову. Советская команда устремляется в атаку. Отходит в зону защиты команды Чатам Марунс. Александров бросает. Но защитник не дает возможности направить шайбу в сторону ворот. Шайбу Дыконского. И в это время раздается сирена, возвестившая о том, что вторая встреча между командой Чатам Марунс и сборной клубов Советского Союза закончилась. Закончилась она, как вы знаете, замечательной победой сборной клубов Советского Союза со счетом 11-2. Это, безусловно, большой успех всего коллектива советских хоккеистов и коллектива тренерского состава. Участники встречи поздравляют друг друга, поздравляют с интересной, содержательной, красивой игрой. На этом мы заканчиваем, товарищи телезрители, нашу передачу из Дворца спорта Центрального стадиона Игни Ленина, которая была организована редакцией последних известий. Вели передачу режиссер Алексей Петраченко, старшие операторы Иван Минеев и Анатолий Сорокин, операторы Вадим Василевский, Геннадий Судаков и Виталий Сушко, звукорежиссер Инна Истягина. Интервью с президентом любительской хоккейной лиги Канады Роксбергом вел Юрий Фокин. Канады Роксбергом вел Юрий Фокин.